Пещеры они все-таки обитаемые, прямилые создались, я вот так противный только, мордашки у них и острые коготки. И не надо спрашивать, как дела у них здоровье, просто мимо проходим тихонечко и все. И я там был. Старшилок вам никаких рассказов не буду, тогда пропадали люди, кого-то утопили, волосы, ногти, время потреблять, время потреблять, побежали, а то не успеем. До сих пор используется, я не могу вас отпустить, обязательно закрываю дверь для полного подружения. Там темно, вы фонарики-то включайте. Куда мы с вами пойдем? Вы нарядились-то? Куда мы с вами пойдем? Возвращаемся к этим пещерам. Значит, что в 87-м году в полной такой информационной неоповещенности, очень скороспешно, непростые приехали военные и радикально так подошли они к решению задачи. Заложили хороший заряд взрывчаток и бахнули так, вот, уж больше 30 лет прошло с тех пор, 35. И вот до сих пор это некое табу. Нам, ну мы понимаем, что зона заповедная, что какие-то работы, ну, ежегодно запросы отсылают. Ну, и почему-то очень категорический отказ. Ни епархии не благословляют, ни светские власти не разрешают. А руки-то как чешутся. Вот единственное, что могу сказать вам про те тоннели глубинные, мы сейчас пойдем на них посмотрим обязательно, а как же. Так. А вот тут я, смотри, что вам покажу. Вот, ну что, видим уже. Вид сверху. Видите, звонниц нет уже, колоколинки нету, все, разрушили ее уже. Зато вон там кто высенький-то блестит, вон он, Владимир Ильич, есть. Вот в пору до отдыха отдали собор под клуб, там клуб был. А в алтаре крутились вот киноленты, кинофильмы. Так вот, огромное количество людей местных рассказывают про эти тоннели. Ну, как правило, одно и то же. И эти свидетельства, они послевоенного периода. Вот эти люди, будучи детьми, подростками, своими бабушками, дедушками, спускались туда, в эти самые глубинные тоннели. Ну, и рассказывают следующее. На какую-то удивительную глубину они опускались. Видели там вырубленные кельки в известняке, видели иконы вырезанные. Как один все утверждают, что они проходили отрезок тоннеля, где с потолка со стен капала и истекала вода. Вот эти все люди нас пытаются убедить в том, что они этим тоннелем проходили под рекою и выходили аж... Вот на том берегу есть населенный пункт, копальнище, и там лесок. Вот в том лесочку выходили. Ну, а вот это, не могу вам, вам, вам не показать. Вот это, вот это, что такое? Наверное, кусок бивня. Кусок бивня, ну да. Только это зуб, мамонта, настоящий. Да, вот так курешком он садился, а вот этим вот, вот этой поверхностью он жевал. Видите, она какая ребристая, как башмак подошвы рифленый, чтобы лучше пережевывать травку. Вот этот пятачок, он очень знаменитый. Ну вот, видно вам, вон, маленькая речка, в большую впадает. Да, вовсе. Маленькая река Тихо-Сосна, одна из самых чистых лет в Воронежском крае. Впадать буду, запоминайте в интернете, посмотрите фотографии. Маленькая река Тихо-Сосна, одна из самых чистых лет в Воронежском крае. С самого Санкт-Петербурга сюда приезжали с кучей вот этой робототехники, дронов, я не знаю, как правильно называются. И вот на наличии пустот они тут все, с месяца они на монастырских хорчах тут трудились. Что сказали? Во-первых, сказали, что под нами Карстовое озеро. Во-вторых, сказали, что вот этот известняк порода вязкая, не так хорошо просматривается, нежели песчаник. Но, вот этот кряж меловой, это некая такая гребница, в разном направлении идут тоннели и ходы. Вот о чем я вам говорил, вот как сейчас выглядит, вот вход в те самые тоннели. Метров двадцать и можно пройти, а потом может, ну может и четвероклассник может еще метров восемь дополнительно пролезть. Заканчивается все крупной расщелиной, в которую, видно, тоннель уходит вниз и куда-то в рево. Вот. А я там был. И я там был. Но делать там нечего. Так, пойдемте. Пойдемте дальше. Вот все, что постарее здесь, поржавее, все это было прямо непосредственно здесь найдено. Что поновее, конечно, это уже более... Ну, про войну вам ничего рассказывать не буду, война это жутко. Царствие небесного, вот воин, советский воин, судьба этого воина, она, конечно, однозначная. Скорее всего, снайперский выстрел сразу на вылет. Ну, мгновенная, конечно, смерть. Идем дальше. Ну, есть, конечно, вот у нас винтовка Мосина. Она еще в Первую мировую войну все хорошо зарекомендовала. Но и до сих пор используется. Вот этот вариант, он у нас был с оптикой. Это была снайперская винтовка. Вот это что такое? Это пистолет Пулейберт Шпагина. Мы больше папаша его называли. Ну, тоже серьезное оружие. Так, ну, есть благословения, если кто-то желает, можно сфотографироваться с собой. Можно даже с пулеметом. Пулемет Дегтярева. Почему было восстановлено? Ну, правильно, потому что была разрушена тема, когда рассказываю вам. С конца 20-х годов, 20-го столетия, ну, время было трагическое. Оно не минуло Девногорскую обитель. Было казнено здесь 18 человек. Братья их в монастыре. Кого-то расстреляли, кого-то утопили в Дону. Кого-то впоследствии словили вот близ располагающихся. Алексеевке Белгородской, Острогорске, Воронежске. Мы умучили там в лагерях, в ссылках. Разрушили звонницу, колокольню. Уничтожили монастырскую библиотеку. На территории монастыря организовали дом отдыха для советских трудящихся. С такой главной достопримечательностью пещеры. Вход в который был десятилетиями открыт, свободен, доступен для всех желающих. И то наследие советских времен, оно очень широко и ярко было там представлено. Вы сможете в этом воочию в Волочию в Венеции туда с вами пойти. В 1924 году при впадении в Дон реки Тихо-Сосна была выловлена рыба. Звать ее Белуга. Весом 930 килограмм. 246 килограмм с ее только одной черной крыльдосой. Вот такой глаз. Там на фотографии эти рыбаки какие-то рыб поймали. У них такие же там глаза какой-то рыбы. Потом дочерью ее поймали 178 килограмм. Вот я хожу все с удочкой и внучу думаю... Не, не ловится. Внуча. Так, храм Рождества Иоанна Претечи, 17-й век. Пока идем с вами, хочу с вами поговорить о пещерах. Вот мы идем сейчас, это такая галерея внешних тоннелей. Но все самое загадочное, все самое потаенное, в том числе и для нас самих, находятся как минимум в глубине вот этой пещеры. Все дело в том, что вход в те самые глубинные тоннели в 1987 году был искусственно военными завален. После трагических событий. Страшилок вам никаких рассказывать не буду. Статистика с 1981 года такова. Нет-нет, да-да, пропадали люди. Об этом расскажу, может быть, чуть-чуть попозже. Вот у каждого немецкого солдата была, казалось бы, пустяковина, на зажигалку похожа. Что это такое? Хлорница. Зачем вам нужна хлорница этому солдату? Воду. Воду. Ну, Бог знает. Воду, наверное. Я вам так скажу. Долгое время солдат приходилось находиться в окопах, чтобы насекомые не заводились, просыпались на одежде швы. И сидишь, тебе ничто от стрельбы не отвлекает. Ты сосредоточен, сосредоточенно вкушаешь тушенку от немецкого производства. А насытившись, садишься в автомобиль марки «Фиат» и едешь достопримечательности оглядывать. Субтитры создавал DimaTorzok Пещеры, они все-таки обитаемые. Не могу вам об этом не сказать. Целая колония мотылёвочков там живет. И те, кому они помогают выжить, эти мотылёвочки. Ну, примилые создания, заявы так противные только. Может, мордашки у них и острые коготки. Ну, если уж сидит эта мышь летучая, не надо на нее орать так. Ну, и не надо спрашивать, как дела у нее здоровья. Просто мимо проходим тихонечко, и все. Так, вы готовы? Пойдемте. Что-то там темно, вы фонарики-то включайте. Или свечи зажигайте. Так, пойдемте. Не поднимите, смотрите. Ну, пещерных-то храмов в России не так уж и мало, но пещерных храмов, где есть золотарный тоннель крестного хода, таких не очень много. У нас есть, туда пойдем сейчас. У вас есть удивительная возможность. Древняя христианская святыня. Во-первых, поблагодарить Господь за то, что сподобно посетить это место. Во-вторых, ну, я потихонечку, у нас немного, потихонечку что-то буду вам рассказывать там. А как же? А вы можете за родных своих помориться, и за державу нашу российскую, за войско православное. Обязательно закрывайте дверь для полного подружения. Так, можете, Батюшка, благословляйте, можете фонарики на мобильных телефонах, можете, вот там свечи есть, вот там горят лампадочки. Можете затеклить свечи и с свечами пойти. Да, пока вы все сделаете, не могу вам не сказать. Пещеры, они будут... Есть издание уникальное, это подлинник, это не репринт никакой. Газета «Правда» 41-й год, 10 мая, сразу после победы выпуск. Вот они участники той самой мирной Ялтинской конференции. А вот тот выпуск «Комсомолки» это 41-й год, 24-й июня, с товарищем Сталином на главной полосе. Царю небесный, утешителю души истины, И жизнь здесь и вся исполняяй сокровища благих, И жизнепутателю прийди, вселися вны, И очистины от всякие скверны, И спаси блажен души наша. Святый Божий, святый крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Вот на этом стенде все принадлежало немецким и, я вам не сказал, вот с 1941 по 1945 год, господин, да, но за исключением некого периода, со второй половины 1942 года, по начало 1943, эта территория была оккупирована, но не немцами, матьярами, венграми, которые здесь лютовались, сверствовали хуже немцев. Вот откуда мы спустились, вот они ту стратегическую высоту они заняли, а наши советские части располагались на той стороне, но только в 1943 году мы их выбили с помощью авиации, там если подняться, там до сих пор следы окопов, воронок, и вот, и вот. А вот, вид сверху, фотография. Что мы тут видим-то? Вот это что такое? Вот это что такое? Это люди все, это все люди. Ну, видим, что одноколейка, вот эта, она была уже, это железнодорожная ветка, она у нас, скажем, как у Балашовского направления. Ну, и вот в деревянном исполнении колокольня, звонницы, братский корпус, тут дом странного преимущества был, гостиница. Внимание, непростой отрезок нашего маршрута, древние ступенки в некоторых местах истерились до основания, будет небольшой, но крутой подъем вверх, и сразу будет резкий спуск вниз, пожалуйста, внимательно. Спасибо, Господи, любовь Твоя, и благослови настояние Твое. Победы православных христианам, нас обрадовала Твоя, и благослови настояние Твое. Победы православных христианам, нас обрадовала Тануя, и твое сохраняя Твое, и благослови настояние Твоя. Так, ну есть страшные, конечно, экземпляры, целая серия немецких штык-ножей. На некоторых из них зарубки, знаете, что означает, да, на ноже зарубка? Ну, количество, да, убитых. А есть еще времен Первой мировой войны, принадлежащей немецким офицерам, и тут и шпага, и палаши, и меч. Но самый-то главный здесь экспонат, конечно, не это, не это, и даже не вот это. Вот он, наш Василий Теркин, наш солдат. Всех победил. Устал, присел, закуривает. Так, ну и вот куда мы, собственно говоря, выходим. Вот. Так, ну и вот. Два коленно преклоненных ангела. Шесть огненных шестикриллых сущностей. Серафима они зовутся, они наиболее приближены к престолу Божию. Сверху восхождение Духа Святого в виде голубя. Господь десницы правой рукой благословляет, а влево у него веточка лилии. И у Богородицы лилии. Лилии считаются Богородичный цветок, символ целомудрия и чистоты. А уж если мы с вами вспомним о Священной Писании, Господь именно про эти цветы, что говорил. Например, следующее. Взгляните на лилии. Они не работают, не ткут, не прядут, одеваются так, как не одевался и царь Соломон во всей своей славе. Но, возможно, Господь пытается сказать, что на каждом своем творении сугубо промышляет. Чего уж тут говорить о душе живой, о человеке-то, созданном по образу и подобию Божию. А каждый из нас многоценен в очах Господа. А каждый из нас сугубо промышляет. И вот насколько уж изначально было великое предназначение у человека жить на земле, славить Господа, радоваться, в мире, в любви со всеми пребывать. Игуменом у нас теперь отец Алексей. Вот в бессмертном полку этого дедушка и бабушка они сражались за освобождение Воронежской земли. Это их реальные боевые награды. А есть также муляж, муляжи, конечно же, всех тех наград, которыми награждались советские воины в годы Великой Отечественной войны. И старое младо отправились сюда, в Малые Дивы, где мы теперь на поиске этой иконы. Искали ее здесь, но вот здесь ее не нашли. Ну правильно сказать, что не здесь явилась себя чудотворная икона, а все-таки в Дивах Больших, в 3,5 километра отсюда, там мы здесь заповедим. Пускай вас это не смущает. Там есть пещера, и мы точно знаем, там проистекала молитвенная жизнь. Там жили и работали Господи монахи. Так вот, над входом в пещеру вращение явилась себя чудотворная икона. Люди, помолившись, сняли икону, пошли с ней к кресту в ходу. Разум смерть прекратился. Отошлось тут же по ветре от Воронежского края. И свыше 30 таких масштабных массовых чудес было явлено впоследствии от той самой чудотворной иконы. Почитание иконы было в то время, ну вдумайтесь сами. 1,858 год, 20 тысяч человек участников крестных в ходу. 1,862 год, 60 тысяч. Сейчас едва ли Великолецкий крестный ход собирает такое количество. Божьей Матушке было уникально. Вот смотрите, фотограф выщипнул, что называется, фрагмент такой панорамной съемки. Вот эти люди пришли, приехали на лошадках, на тележках, то пешком, чтобы принять участие в крестном ходе. А проявление народной любви еще выражается в чем? Люди третье название иконы придумали. Знаете, как звали? Матушка исцелийская. Давайте смотреть, что на иконе. Матушка исцелийская. Что касается дальнейшей судьбы той самой чудотворной иконы, в 1938 году она отсюда вывозится в город Москва, выставляется в одном из московских музеев. Все из музея она исчезает, и мы до сих пор не знаем, где эта икона. Единственное, мы знаем, что во второй половине 19 века с той самой иконой было изготовлено 4 изначально ранних списка. Потом-то их стало гораздо больше. Вот один из списков, вот она ушла, матушка, крестным ходом сейчас. Вот она у нас тут в монастыре. А вот они, вот тот сам год после, вот туберкулезный, сотрудники туберкулезного санатория. Вот встречают Дед Мороз у них настоящий там. Вот встречают Новый год. Так, ты вам все рассказал. Вот он, кинооператор. Вот он. Ну и уже не похоже на территорию обитель, да. Это, скорее всего, какая-то больничная, такой больничный двор или, ну, какой-то классический гипсовый вазон советский. Так, я вам сказал, что находился здесь в 30-е годы, то вот этот для советских трубящих. Вот он, пожалуйста, фотографии. Девногория, 39-й год. Вот они наши, может, бабушки, дедушки наши советские. Ну, или как шарики на елках, вот они располагаются. Иконы здесь все новые, с таким антикоррозийным покрытием, потому что влажность свыше 70%, и все другое остальное съедает вот та зеленая. Но не думайте, что это прессе. Скилевый утверждает, что ты водоросли, мох такой. Так, ну и обязательно, я не могу вас отпустить вот без вот этой информации. Маленько рассказать про икону сицилийской, боже Маши. Я вам говорил, кому-то из вас, что согласно преданию, икона была принесена сюда двумя схемонахами в конце 11 века, Сицилией. Долгое время они не было ничего известно, а вот в 19 веке она себя являет самым чудным, дивным, чудесным образом. Как это происходит? На фоне жуткого поветрия была эпидемия холеры в то время. Она коснулась не только Воронежского края, многих регионов России. И жутко было, потому как убедительной такой панацеи не было, люди умирали массово. И вот был такой коротаяк неподалеку, населенный пункт, небольшой. Там, что ни на есть, был мор. Люди умирали, и жила там старица. Ее звали Екатерина, фамилия у нее была Коломенская. Вот ей в том... А не она молила Богородицу о избавлении людей от этой болячки смертоносной. И ей в тонком сне является Богородица. В том образе, как она изображается на иконе. И наказывает Богородица старица, чтобы смерть прекратилась. Отыщите в обители мою икону, пойдите с ней в круг города крестным ходом, не то все помреете. Это старица. В храм Божий утром дня следующего, бегом. При скоплении людей все это рассказывали. С людей никто не усомнился в ее словах. Небольшой городок, люди друг дружку знали. Знали, кто как живет, чем живет, кому можно доверять, а кому и не стоит. Написано так. Мы же с вами понимаем, что ничто нечистое не может войти в Царствие Божие. Господь повелится милости своей на стул, посылая нам вот эти болезни, искушения, скорби. Чистит нас, светлит здесь, готовит к более тонкой духовной жизни, которая безусловно, вне зависимости от того, верим мы и не верим, она гораздо реальнее жизнь в духе, нежели чем вот эта плотиная жизнь. Почаще подчищаться от святых тайн, примириться с ближними, просить себе обиды и самому испросить прощения. Тогда не то, что там по нашим заслугам, да не будет такого, конечно, по великому милосердию нашего Создателя. Мы можем надеяться, что в той самой более тонкой духовной жизни мы будем недалече от божественной любви и славы нашего Господа Творца предстоять и находиться. В городе монастырская лампа, там дровяной классов мы делаем мороженое, состоящим коровьем, молотом сыр. Можете там что-нибудь еще чем-то порадовать, можете с пулеметом стоять. Ну, экипированные солдаты немецкой армии, они были гораздо серьезнее, но вот так выглядела каска немецкого солдата. Вот, можете смотреть, металл не металл, и кожа не кожа, но, несмотря ни на что, ничего не помогло. К греху поползновенно, а сейчас нас вообще пытается сделать какого-то откровенного потребителя. Все заботы только материя, волосы, ногти, время покупать, время покупать, время потреблять, время потреблять. Побежали, а то не успеем, и этого есть, тебе тоже обязательно надо. Вот отцы, которые молитвенную жизнь проводят, говорят, крайнее оскудение веры в людях, крайнее оскудение любви, любви настоящей, жертвенной, не вот этого, ты мне, я тебе, а если ты мне, то я тебе. Вот эти признаки, они указывают чуть не на последние времена сотворения мира. А еще говорят, что вот эта плотяная жизнь земная нам дана для того, чтобы мы дарованную нам волю свободную, чтобы мы ее своим произволением направили на то, чтобы сочетоваться с Господом, примириться с Ним, стать Его сработниками в этой еще жизни. Посредством покаяния, посредством дел милосердия, посредством безропотного перенесения вот этих скорби, житейских негораздов, болячих. Так. Продолжение следует...